Здравствуйте! Я приглашаю вас на очередной цикл передач по немецкому языку. Этот цикл передач посвящен такому аспекту в изучении иностранного, в нашем с вами случае, немецкого языка, как лингво-страноведение. Те, кто посещал наши телевизионные уроки по первой части этого курса, уже знают. Мы в этом цикле знакомим вас с основными культурными, историческими и языковыми вехами в эволюции немецкого языка, немецкой культуры, немецкой нации. По сути дела, второй цикл передач лингво-страноведения продолжает знакомить вас с этими основными этапами в жизни немецкого народа, в существовании немецкого языка и немецкой культуры. Правда, эпоха, с которой мы начнем знакомство на этот раз с Германией, с немецким языком, уже ближе к нашему времени. И вот второй цикл наших занятий будет посвящен тем событиям, которые происходили в Германии, начиная с 17 века и уже до наших дней, до века 20. Напомню, а для тех, кто только-только присоединился к нашей телевизионной аудитории, расскажу о том, как строится наше занятие по этому курсу. Первый фрагмент нашего занятия – это такая своеобразная прогулка по музею немецкого языка. И мы знакомимся в этом музее с самыми интересными экспонатами, с выдающимися деятелями культуры, с теми событиями, которые определили и культурный облик немецкой нации, и вот ту специфику немецкого языка, с которой мы сталкиваемся сегодня, будь то словарный состав, будь то грамматика немецкого языка. А второй фрагмент нашего телевизионного урока – это знакомство с бытом, с особенностями речевого поведения. В современной Германии. Знакомство с тем, что представляет сегодняшний день жизни немцев. Например, как они проводят отпуск, как они тратят свою зарплату, что представляет собой система образования, например, школьного образования или высшего образования. Каковы основные политические партии в современной Германии. Многое-многое друг. Вот такова типовая структура нашего телевизионного урока. Итак, я приглашаю вас на первое занятие второго цикла курса лингво-страноведения. Лекцион 1. Ну и, как я уже сказал, в начале мы совершим небольшое очередное путешествие в волшебный мир немецкого языка. Еще одну прогулку по такому виртуальному музею немецкого языка я предлагаю вам совершить. Вот сегодня мы поговорим о той ситуации, которая сложилась в Германии в XVII веке. Назвали мы эту такую своеобразную экскурсию по истории немецкого языка «Угроза и защита». Сейчас вы поймете, почему так называется этот фрагмент истории немецкого языка и немецкой культуры. Дело в том, что после эпохального события, после деятельности Мартина Лютера, после его перевода Библии на немецкий язык, прошло без малого сто лет, XVII век уже в Германии. Но процесс формирования единого литературного языка на территории Германии на какое-то время застопорился. Языковая ситуация ухудшилась в ту эпоху настолько, что один анонимный поэт даже написал вот такие строки. Я не случайно хочу их вам продемонстрировать. Вот так звучали эти строки на раннем, но во верхнем немецком языке, языке XVII века. В переводе они звучат так. «Я, немецкий Михель, ничего не понимаю в своей родной стране, что является позор». Вот это поэтическое произведение, которое было названо поэтом, к сожалению, анонимным поэтом, имени его мы не знаем. Было названо «Жалоба на тех, кто портит язык». Очень небольшое по объему, но, по сути дела, носит программный характер для всей немецкой культуры, начиная с XVII века. Дело в том, что в этом произведении автор обрушивается на растущий поток латинских и французских заимствований. Он выступает, резко выступает против усиливающегося распространения этих языков вообще, и не только, надо сказать, среди высших слоев общества. Основная проблема, которая беспокоит автора этого произведения заключается в том, что увеличивается разрыв между простым человеком и иными слоями общества, не обязательно верхушкой социального общества, но и учеными людьми, и бюргерством. И вот простой человек, оказывается, ничего не может понять из того, что ему говорят умные ученые люди. Почему я назвал этот текст в чем-то очень значимым для всей немецкой культуры? Вот в этом тексте появляется образ, образ такого немецкого Михеля. То, что в тех строчках, которые мы видели, названо той же Михель. Вот этот образ, образ немецкого Михеля превращается в какой-то момент и в самой Германии, и за ее пределами в некий национальный стереотип. Такой стереотип провинциального и несколько наивного немца, с которым можно делать все, что угодно. Вот когда неизвестный автор опубликовал эти стихи, а произошло это в 1638 году, вот те процессы, о которых он говорил, в общем-то, еще даже не достигли своего апогея. В будущем ситуация еще более усложнится и ухудшится. Она становится все острее на протяжении 17 века, и прежде всего с распространением французского языка и французской культуры. Даже сами французы, например, Вольтер, когда побывал при дворе Фридриха Великого в Подзаддоме, а это уже было без малого сто лет спустя, это было в 1750 году, записал в своем дневнике следующее. «У меня такое впечатление, как будто я нахожусь во Франции, все разговаривают только на нашем языке, немецким пользуются исключительно в общении с солдатами и лошадями, он нужен лишь на деревенских дорогах». Вот так написал о языковой ситуации в Германии Вольтер в 1750 году. Но надо сказать, что эта ситуация, то есть засилье французского языка в целом в европейской культуре было знамением времени. И касалось это не только Германии, касалось это и многих других европейских государств. Это понятно. Дело в том, что политическая и экономическая мощь Франции и то влияние, которое имела французская культура той эпохи, исходящая из Версаля, исходящая из окружения Людовика XIV, того самого короля в солнце, мода придворного общества, безусловно, служила образцом для подражания многим и многим княжеским дворам многих европейских государств. А в Германии это влияние получило более широкое распространение благодаря своеобразной экономической и политической ситуации. Вот эта ситуация резко отличала Германию той эпохи 17-18 века от того, что было в других европейских странах. Ну, например, в России, или в Испании, или в Англии. Дело в том, что со времен 30-летней войны Германия продолжала быть раздробленной на большое количество очень мелких, если не сказать, мельчайших княжеств. Вот всего их насчитывалось в XVII веке 350. Вот представьте себе территорию Германии, поделенную на 350 отдельных мелких княжеств. То есть практически через каждые 50 километров мы наталкивались бы на княжеские границы, на границы самостоятельных княжеских государств. И, соответственно, каждое княжество имело свой культурный экономический центр, свой двор, свое придворное окружение, свое придворное общество, которое во всем старалось подражать Франции. Если в России таким центром, по сути дела, в XVIII веке было единственное столичное общество Санкт-Петербурга, а на всей остальной колоссальной российской территории, например, французское влияние ощущалось лишь отголоском, но вспомним хотя бы те самые знаменитые фразы критического характера, которые произносят со сцены Грибоедовский, Чацкий, о смешении французского с Нижегородским, то можно себе представить общую ситуацию в России той эпохи. Именно за счет того, что культура концентрировалась в одном городе, в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге. Вот в Германии такого не было. Не было единой империи, не было единого немецкого государства, а было большое количество, как я уже сказал, мелких княжеств. Помимо этого, в такой достаточно большой области, как Бранденбург, Пруссия, позиции французского языка в ту эпоху усиливали беженцы гугеноты, без малого 20 тысяч гугенотов, которые, начиная с 1685 года, покинули Францию, скрываясь от религиозных преследований. То есть вся земля Бранденбург-Пруссия оказалась под влиянием французского языка из-за большого количества беженцев гугенотов. Но все-таки нельзя однозначно утверждать, что влияние какого-либо иностранного языка на немецкий в XVIII или XVIII веках носило исключительно отрицательный характер. Совсем нет. Влияние различных европейских языков, безусловно, имели прежде всего прогрессивный характер, как, например, итальянское влияние. Итальянское влияние было следствием эпохи Ренессанса и гуманизма и способствовало появлению в немецком языке многочисленных слов в сфере торговли, банковского дела, музыки, гуманитарного образования. Если говорить о влиянии латинского языка, то это влияние имело и свои положительные моменты. Дело в том, что без латинских заимствований эпохи раннего Средневековья немецкий язык вообще не мог бы органично эволюционировать, потому что латынь, начиная с эпохи Средневековья, как мы с вами уже знаем, была органичной составной частью языка науки и образования. И многие латинские заимствования относятся до сих пор к так называемым интернациональным словам. Правда, есть одно и отрицательное влияние, которое немецкий язык испытывает до сих пор. Из латинского синтаксиса в немецкий в том же 15-17 веках были заимствованы сложные синтаксические конструкции. Ну, например, вот те обороты с распространенным определением, да, многие обороты с причастиями. Они до сих пор вызывают сложности у людей, которые приступают к изучению немецкого языка, и они никак не могут понять, вот откуда в современном немецком языке берутся очень мало вразумительные конструкции, которые придают такой своеобразный оттенок непонимания многих фрагментов текста, например, в канцелярском немецком языке или в языке права, в каких-то юридических документах. Вот это все оказывается влияние латинского языка, латинского права и вот тех текстов, на которых и базировалась первоначально вся правовая структура, вся юриспруденция, все дело производства, вся система организации политической системы Германии, вот начиная с XIII-XIV веков. Вот к этому можно еще добавить и достаточно разветвленный синтексис предаточных предложений. Это все, еще раз повторю, является наследием письменного латинского языка на письменную форму существования немецкого языка. Но с французским языком дело обстояло несколько иначе. Дело в том, что в отличие от итальянского либо латинского языка, французский язык использовался в повседневном общении более-менее широкими слоями населения. И многие люди специально учили французский язык на каком-то определенном уровне, овладевали им, чтобы не казаться уж такими провинциалами при том или ином княжеском дворе. Вот эта ситуация по-разному оценивалась прогрессивной общественностью Германии XVII века. Появляются некие контрдвижения, которые во многих частях Германии фигурируют под названием языковые общества. Это были движения интеллектуалов, которые ставили своей целью защиту и сохранение родного немецкого языка. Свою задачу они в том числе видели в том, чтобы создать свод правил употребления немецкого языка, то есть придать немецкому языку XVII века определенные черты нормативности. Самые известные из таких языковых обществ, самая первая, возникла в 1617 году в Веймаре и носила название «Плодоносящее общество». В него вошли многие известные поэты и грамматисты той эпохи, такие как Опиц, Грифьюс, автор знаменитого романа «Симплициссиумус», Гриммельс Гаузен. Разные общества, конечно, преследовали разные цели, но в одном, наверное, они были все сходны. Они пытались, по мере возможности, очистить немецкий язык той эпохи от иностранных слов. Ну, ситуация, в общем-то, повторяется с завидной периодичностью в истории всех, наверное, европейских государств, в истории всех европейских языков. Вот в качестве примера несколько вариантов того, как грамматисты той эпохи пытались заменить, например, заимствованное слово «фибр» температуры «лихорадка». Предлагалось слово «циттервей». А вместо слова «нату» – «природа», опять-таки, заимствованное слово, можно было сказать «цойгамуттер». А вместо «интерпретацион» – «интерпретация», тоже латинское заимствование, предлагалось, собственно, немецкое слово «entknödelum». Это, конечно, были своеобразные перегибы. Эти слова не прижились, они так и остались неологизмами и не вошли в активный словарный фонд немецкого языка. Но все-таки грамматисты достигли в чем-то определенного результата, а именно они смогли нормировать немецкий язык. То есть привнести некую норму в употребление и слов, и синтаксических конструкций в немецкий язык. Вот начиная с XVII века и, по сути дела, по век XX продолжается активная работа немецких филологов над нормализацией, упорядочением немецкого языка. Несколько имен тех грамматистов, которые внесли основную лепту в эти процессы. Это Йоганн Кристоф Готшет. Это имя важно, потому что его деятельность, по сути дела, уже предвосхищает начало новой эпохи в истории Германии. Это эпоха просвещения. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Это уже иной фрагмент в истории немецкого языка и немецкой культуры. Это другая, скажем так, экспозиция в нашем музее немецкого языка. А мы с вами можем теперь перейти к следующему фрагменту нашего занятия. Мы знакомимся с современным состоянием немецкого языка и немецкой культуры. То есть от истории мы шагнем в наши дни. Ну, и вы уже, наверное, поняли, речь пойдет о современном состоянии немецкого языка. Я предложу вашему вниманию небольшой текст, который мы вместе с вами обсудим. Но перед этим я хочу, чтобы вы сориентировались в тех упражнениях, которые вам нужно будет сделать по мере того, как мы будем с вами ознакомиться с той информацией, которая содержится в тексте. Итак, что же это за упражнение? Итак, читая абзац за абзацем, нужно будет отметить в каждом предложении, которые несут главную информацию, и предложения, в которых содержатся дополняющая или второстепенная информация. Далее нужно будет определить степень важности абзацев, отметить абзацы, которые содержат более важную информацию, и абзацы, которые содержат второстепенную по значению информацию. Затем попробуйте обобщить информацию в единое смысловое целое. Попробуйте выразить свое отношение к прочитанному и прослушанному. И скажите, согласны ли вы с оценкой вот тех событий, тех фактов, с которыми вы познакомились по мере чтения текста. Скажите, что было для вас особенно интересно узнать из текста и почему? Скажите, какие из перечисленных фактов вы узнали впервые? Следующее задание. Составьте вопросы, по которым вы хотели бы получить дополнительную информацию по этой теме. Ну а тема, как вы, наверное, уже догадались, тема второго фрагмента нашего занятия посвящена немецкому языку. Ли торже-шпрах. Вот на этом слайде вы увидите ту языковую ситуацию, как она сложилась на рубеже 20 и 21 века. Вот об этой ситуации и пойдет речь. Das Deutsche ist eine germanische Sprache und am nächsten mit dem niederländischen, фрисischen, englischen und den skandinavischen Sprachen verwandt. Субтитры создавал DimaTorzok в отдельном языке. Он подчеркнет здесь в остерманском, в nordерманском и в westерманском 2. Aus den westgermanischen Dialekten ist das Deutsche genauer das Hochdeutsche als Überbau über den deutschen Stammessprachen, die in den heutigen Dialekten weiterleben, entstanden. Die deutsche Sprachgeschichte ist grob in drei Abschnitte gegliedert. Althochdeutsch circa 750 bis 1050, Mittelhochdeutsch 1050 bis 1350 und ungefähr seit Martin Luther Neuhochdeutsch. Die Geschichte der deutschen Sprache ist die Geschichte eines allmählichen Ausgleichs der sich über Jahrhunderte hinzog und zu dem verschiedenen Stämme und auch Einzelpersonen beigetragen haben. Zwischen der hochdeutschen Schriftsprache und den Stammessprachen hat sich eine gesprochene über regionale Sprachform entwickelt, die man als Umgangssprache bezeichnet. In der Entwicklung der deutschen Sprache spielte und spielt der Kontakt mit anderen Sprachen eine wichtige Rolle. Bis ins zwölfte Jahrhundert stand das Deutsche stark unter dem Einfluss des Lateinischen. Dies zeigen Wörter wie Fenster nach lateinischem Fenestra oder Mauer nach lateinischem Morus Wein nach lateinischem Venum. Griechische Begriffe gelangten schon vor der Zeit des Humanismus ins Deutsche. Aus dem Französischen wurden bereits um 1200 Ausdrücke übernommen. Im 16. und 17. Jahrhundert war der Einfluss des Französischen besonders stark. Aus dieser Zeit stammen Wörter wie Möbel, Mode, Adresse. Ende des 19. Jahrhunderts nimmt das Englische zunehmend Einfluss auf das Deutsche. Parlament, Sport, Streik sind Lehnwörter aus dieser Zeit. Im 20. Jahrhundert ist das amerikanisch-englische ganz entscheidend am Ausbau des Deutschen beteiligt. Der Einfluss beschränkt sich zwar im Wesentlichen auf den Wortschatz, betrifft aber auch die Grammatik. Auch hier einige Lehnwörter als Beispiele Teenager Manager Joint Venture Musical. Deutsch ist Muttersprache in Deutschland, Österreich und einem Teil der Schweiz. Außerdem ist es in Luxemburg, Belgien, Elsass, Lothringen und Südtirol verbreitet. Deutsche Sprachinseln gibt es in Osteuropa, besonders auf dem Balkan und in Polen, in Pennsylvania, USA, im Westen Kanadas und in Ontario, sowie in Mittel- und Südamerika und in Südafrika. Heute wird ein einheitliches Deutsch geschrieben und verstanden, aber durchaus nicht allgemein gesprochen. Viele Deutsche sprechen eine Mundart oder zumindest ist ihre Alltagssprache von regionalen Besonderheiten durchzogen. Diese Besonderheiten können sich etwa in der Aussprache oder auch im Wortschatz zeigen. Während man im Norden eher von Sonnabend spricht, wird im Süden Deutschlands das Wort Samstag verwendet. Ähnliches gilt für die Begriffe Brötchen und Semmel. Unterschiede vor allem in Wortschatz und Aussprache gibt es auch zwischen dem Deutschen, das in der Schweiz, in Österreich und in der Bundesrepublik gesprochen wird. Zum Teil benutzen auch die Sprecher in der ehemaligen DDR andere Wörter als die Sprecher in der alten Bundesrepublik. Mundarten, Dialekte sind nicht etwa unkorrektes Hochdeutsch, sondern in sich geschlossene Systeme mit eigener Grammatik, eigenem Wortschatz, eigener Aussprache. Viele Mundarten weichen erheblich von der Hochsprache ab und und je weiter die Mundart Gebiete geografisch voneinander entfernt liegen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich die Sprecher in ihren jeweiligen Dialekten verständigen können. Zu den bekanntesten Dialekten des Deutschen zählen Bayerisch, Schwäbisch, Sächsisch. Dialekt Grenzen sind keine Grenzen im eigentlichen Sinne. Es sind ungefähre Abgrenzungen, die mit Hilfe bestimmter markanter sprachlicher Merkmale gewonnen werden. Вот таковы основные сведения, которые мы с вами сегодня обсудили в связи с темой немецкий язык, история и современность. Прежде чем вы сможете приступить к самостоятельной работе над этой темой, обратите пожалуйста внимание на ключевые слова и выражения к этой теме. Ворота und Wendungen Die Alltagssprache Der Dialekt oder Die Mundart Die Dialekt Grenze oder die Mundart Grenze Das Dialekt Gebiet oder das Mundart Gebiet Die Hochsprache Das Lehnwort Die Muttersprache Die regionale Besonderheit Die Schrift Sprache Die Sprache Insel Der Sprach Kontakt oder Der Kontakt Zwischen Sprachen И в заключении я хочу еще раз предложить вашему вниманию ту самую схему с которой мы начали обсуждение темы ситуации в современном немецком языке вот ту самую схему которая отражает современное состояние немецкого языка его раздробленность на отдельные диалекты иначе говоря языковую ситуацию в Германии рубежа 20 и 21 века на этом наше с вами первое занятие второго цикла по курсу немецкий язык лингва страноведения подошло к концу напомню наша сегодняшняя тема звучала die deutsche Sprachen я надеюсь что вы успешно справитесь с той серией упражнений по теме которую я предложил вашему вниманию перед тем как мы начали работать с текстом вот на этом я хочу попрощаться с вами до следующей встречи субтитры субтитры субтитры